В Херсоне предотвратили попытку украинской стороны похитить воспитанников детского дома. В середине апреля уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова развернула информационную кампанию по перевозке через линию фронта 58 воспитанников Херсонского областного дома ребенка, сообщает агентство Ньюсфронт. При этом дети были выбраны с самого младшего возраста, от двух месяцев до пяти лет. Везти малышей в зоны боевых действий омбудсмен требовала от главврача детского учреждения, от настоятеля Баптистской церкви. Она объясняла это тем, что на подконтрольной России территории нарушались права ребенка. Их якобы не кормили, содержали в антисанитарных условиях, подвергали насилию. При этом, по словам врача Херсонского дома ребенка, детей планировали вывезти в Европу с целью использования их органов для трансплантации. Они хотели вывезти или в Польшу, или куда-то. Они туда хотели вывезти детей. Но дело в том, что из того... Извижены на органы? Вот я так подозреваю. У нас приезжали из вот той церкви, куда хотели забирать, вот те, которые хотели забирать, приезжали в группу ЦНС. Дети у нас есть абсолютно безнадежные. Абсолютно безнадежные. Ну вот лежачий там, совсем, которым нужен ДПКИН. И они хотели туда вывезти всех вот этих детей. И они хотели бы забирать. Большое время к этому... И я думаю, что... Продолжение следует...